Желание 13-летнего юноши из Осташкова подзаработать летние каникулы закончилось госпитализацией. Парень лишился четырех пальцев на местном деревообрабатывающем заводе. На предприятие он пришел с отцом. Этот случай пополнил и без того печальную статистику по производственному травматизму в Тверской области. Каждый месяц на предприятиях региона происходит свыше 10 несчастных случаев. Трудовая инспекция выявляет порядка 140 нарушений трудового законодательства. И это только официальные цифры. Сколько случаев не выходят за пределы предприятия, можно только догадываться. Как остановить эту статистику, что необходимо предпринять, чтобы уходящий на работу житель региона был уверен, что вернется в семью цел и невредим? Об этом наш репортаж. На предприятии КСК металлкомплект в Твери на рабочего упала груда металла, а мужчина погиб. На Тверском монолите при переносе арматурной сетки работник запнулся и упал животом на выступ арматуры. В Нелидово на муниципальном предприятии твердые бытовые отходы сервис местный житель попал под погрузчик. С серьезными травмами он был доставлен в больницу. Статистика производственного травматизма в Тверской области за последнее время пугает. Причем речь идет о травмах как тяжелых, так и со смертельным исходом. В 2021 году в инспекцию труда в Тверской области поступило 47 несчастных случаев, извещение несчастных случаев на производстве. Из них 20 смертельных несчастных случаев. На данный момент сотрудникам инспекции проведено 27 расследований несчастных случаев. Самая частая причина несчастных случаев неудовлетворительна организации производства работы. Нередко это результат сомнительной экономии нанимателя, когда сокращаются ставки специалистов, ответственных за эти вопросы. Не проводится необходимое обучение работников или люди вынуждены трудиться на неисправном оборудовании. А между тем государством предусмотрено возмещение части затрат на мероприятия по охране труда из фонда социального страхования. Страхователи осуществляют уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. Так вот, 20% сумм, начисленных в предшествующем календарном году, они могут быть направлены работодателями на финансирование мероприятий по охране труда, по снижению производственного травматизма. Важнейшие, на мой взгляд, позиции, как возможность приобретения средств индивидуальной защиты для работников, проведения периодических медицинских осмотров, осуществление, приведение уровня загазованности к нормативным требованиям, приобретение алкотестеров, аптечек и ряда других позиций, обучение по охране труда различных категорий. Для участия в программе необходимо подать заявление до 1 августа текущего года с полным пакетом документов, в том числе планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Надо отметить, что на предприятиях, участниках этой программы, травматизм снижен до минимума. Среди причин производственного травматизма также и человеческий фактор – халатность и личная неосторожность при выполнении служебных обязанностей. Как показывает практика, многих инцидентов можно было избежать, если бы работники более внимательно относились к инструкциям. И здесь важна работа общественных инспекторов по охране труда. Этот вопрос, в числе прочих, поднимался на форуме общественной палаты сообщества, который прошел в Твери. Федеральные эксперты приехали в Верхневолжье, чтобы поделиться лучшими практиками в области общественного контроля всех отраслей экономики. Сегодня Федерация Тверских профсоюзов намеренно усилить сотрудничество с социальными партнерами в области охраны труда, снизить до нуля травматизм. Задача, надо сказать, не из простых. Закон не ограничивает участие профсоюзов в расследовании несчастных случаев, произошедших не только с членами профсоюза, а со всеми работниками. При расследовании несчастных случаев именно профсоюз выступает защитником интересов пострадавшего или в случае смертельного исхода членов его семьи. Как рассказывает Раиса Виноградова, с начала текущего года Федерации Тверских профсоюзов было принято участие в расследовании 51 несчастного случая, из которых 3 со смертельным исходом. Проблема еще и в том, считают Федерации, что система подсчета у всех ведомств разная, а потому и цифры разнятся. Вместе с тем, Федерации профсоюзов региона намерены усилить контроль за соблюдением законодательства об охране труда, а также за тем, чтобы на производствах были обеспечены надлежащие условия для трудящихся. Наличие средств индивидуальной защиты, оснащение бытовых помещений необходимым оборудованием, а главное, укомплектование специалистами по охране труда. К слову, профсоюзам даны достаточно широкие полномочия по осуществлению общественного контроля за соблюдением норм и правил охраны труда. Они закреплены и в Уставе Федерации независимых профсоюзов России, и в Законе об основах охраны труда. Действует также указ президента, в котором оговорены права и обязанности общественников в данной сфере. Кроме того, в Федерации профсоюзов заключено соглашение с Генеральной прокуратурой о взаимодействии в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся, в рамках работы которого также значительное внимание уделяется вопросам охраны труда. Многие еще помнят советские времена, когда профсоюз стоял за рабочих горой. Организация выдавала трудящимся путевки, приглашала их на различные культурные мероприятия. Кроме того, дело доходило и до материальной помощи. Человек мог рассчитывать на денежное вознаграждение или выплату. Кстати, это работает и сейчас. О положительных практиках телеканал «Тверской проспект» обязательно расскажет, а их немало. Сегодня в Тверской области 1329 первичных профсоюзных организаций. В их рядах 62 тысячи жителей региона. Цифра, на первый взгляд, не маленькая, но на фоне региона незначительная. В профсоюзных организациях состоят лишь 10% от трудоспособного населения Тверской области. С Европой, конечно, эти цифры не сравнить. Например, в Германии профсоюзная организация объединяет 85% всех рабочих, являющихся членами каких-либо первичных организаций. Вот и выходит, что зачастую работники оказываются в подчиненном положении относительно руководителей, которые порой злоупотребляют своими правами. Они могут оштрафовать человека за невыполнение тех обязанностей, которых и в договоре-то, в общем-то, не было, или уволить его на пустом месте. Так и получается, что люди, находящиеся в подчиненном положении, никак не могут воздействовать на работодателя, кроме разве что обращения в суд. Но и суд требует терпения, денег на адвокатов, а если финансов нет, то человек должен самостоятельно вставать на собственную защиту, что очень часто обречено на провал. Немало случаев сокрытия работодателями фактов производственного травматизма и перекладывания своей вины на работников, особенно если речь идет о нетяжелых несчастных случаях. Чтобы предотвратить такие ситуации, необходим более высокий уровень коммуникации между первичными организациями самих предприятий и вышестоящими организациями профсоюзов. Численность работников таких предприятий, где превышает 50 человек, должна быть обязательно, в обязательном порядке создана служба охраны труда. Ну уж по меньшей мере специалист по охране труда. Однако, как показывает опять же статистика, не везде эта служба занята. Это первая причина к тому, что людей не обучают, не создают условия безопасные для труда, и поэтому развивается травматизм. Также важный вопрос создания первичных профсоюзных организаций там, где их еще нет. Например, очень мало их в отрасли лесного хозяйства. Что же делать работникам этой и других отраслей, когда на производстве откровенно нарушаются трудовые права? Можно обратиться в прокуратуру, трудовую инспекцию. О нарушениях также можно сообщить и в нашу редакцию по телефону 300 341. Наши корреспонденты при участии представителей Федерации Тверских профсоюзов постараются разобраться в каждом конкретном случае и по возможности помочь.